Автор этого видео и компания Wargaming настоятельно не рекомендует вам качать моды к нашей игре с разных сомнительных сайтов. Помните, что такие сайты могут не только заразить ваш компьютер вредоносными программами, но и украсть ваш аккаунт. Также многие сайты практикуют подделку матпаков, перезаливая их на свои серверы и снабжая дополнительными спам-утилитами. Такие утилиты в принудительном порядке засоряет ваш компьютер. Скачивайте моды для World of Tanks только с официального форума игры или с помощью таких видео, как это. Помните, что безопасность вашего аккаунта и компьютера прежде всего в ваших руках. Так что остерегайтесь различных вредоносных сайтов и пользуйтесь только проверенными источниками. Всем привет, ребята, с вами Джофф и на экраны ваших компьютеров уже вышло обновление 0.8.9. А это значит, что мы уже подготовили для вас новый матпак к этому патчу. Все самые лучшие и актуальные моды мира танков уже готовы помочь вам в нагибе. Прицелы, шкурки с зонами пробития, лок урона, панель повреждений и многое-многое другое. Некоторые моды остались старыми, а вот некоторые мы улучшили и прокачали до топа. Так что смотрите внимательно. А за свою работу мы просим от вас лишь одно. Лайк под видео и подписку на наш веселый канал, где есть много интересных видео. И помните, что официальный матпак Джофф можно качать только с сайта организации Virtus.pro. Все другие ссылки, где бы вы их ни находили, подделки и потенциально опасны для вашего компьютера. Итак, поехали. Во-первых, прицелы. Как и в прошлый раз, мы предлагаем вам сразу 4 разных прицела на любой вкус вместе с УГН. Лаконичный прицел Джоффа с перезарядкой и количеством ХП. Выбор автора и его рекомендация. Минималистичный прицел, только с перезарядкой и ярким кругом сведения. Футуристичный прицел, с видом как бы из кабины звездолета. Понравится фанатам Звездных войн. И прицел а-ля Battlefield, который очень красив и показывает кучу полезной информации о вас и вашем противнике. В том числе и броню вашего врага в наведенной точке. Понравится всем тем, кто провел не один час за игрой в различные шутеры. Внимание, новинка. В этом модпаке мы добавили два вида углов горизонтальной наводки на выбор. Стандартные треугольничком и новые полукругом. Теперь вы сами можете выбрать именно те, которые больше вам нравятся и больше подходят под ваш прицел. Мне лично нравится полукругом. Второй классический мод это удаление черноты в снайперском режиме. Поможет легче ориентироваться в замесах и стрелять на дальние дистанции. Информационная панель выбранной цели это лучший мод для начинающих игроков. Она показывает броню ваших противников, обзор, эффективность тарана, перезарядку их орудия, а также урон и пробитие. Очень удобный мод, который поможет вам, если вы только начали играть в World of Tanks. У нас есть на выбор два варианта. Цветная инфопанель и простая. Выбирайте, что нравится. Еще один полезный мод это панель повреждений. Она показывает сколько урона по вам нанесли в виде удобного лога. Полезно в тех случаях, когда вам нужно быстро посчитать урон танка противника и прикинуть, выдержите ли вы еще один выстрел или нет. У нас есть для вас два варианта такой панели. Обычный лог повреждений и полностью переработанный интерфейс от игрока Заяц. Новинка. В этом модпаке мы серьезно прокачали и улучшили стандартную панель повреждений. Теперь кроме урона она показывает еще много полезной информации. Во-первых, название танка, который произвел по вам выстрел. Это очень полезно в замесах и жарких стычках, когда по вам стреляют сразу несколько танков. Видно, кто именно вас пробил или не пробил. Во-вторых, панель теперь показывает тип снаряда, который в вас попал. Фугасный, бронебойный или голдовый. Вот это очень полезно для оценки степени опасности врага на поле боя. Думаю, такая панель теперь понравится очень многим. Еще одна новинка в нашем модпаке. Отображение времени перезарядки в чате. Если вы играете на арте, ПТ-САУ или просто машине с долгим КД, этот мод именно для вас. При каждом нажатии на кнопку С, этот мод посылает в союзный чат сообщение о том, сколько секунд вам еще осталось перезаряжаться. Очень полезный мод для координации действий с грамотными союзниками. Звоночек крита – это любимый мод тех игроков, который уже пользуется нашим модпаком в течение пяти и более патчей. Он возвращает старую озвучку экипажа, плюс к этому при повреждении внешних или внутренних модулей противника будет раздаваться характерный звоночек. В этом патче мы доработали этот мод и теперь он не конфликтует с национальной озвучкой экипажа и вам не придется ничем жертвовать. Приятного использования. Изменение камеры включает в себя целых три мода. Собственно, само удаление камеры или зум-мод позволяет обозревать поле боя с высоты птичьего полета. Очень удобно. Отключение дрожания динамической камеры помогает лучше ориентироваться в бою при выстрелах в снайперском прицеле. И мод ноу-скролл, который запрещает колесику мышки уводить камеру в снайперский режим. Раздел изменения внешнего вида включает в себя такие моды. Отключение камуфляжей и надписей на танках. Для тех, кому не нравится ни то, ни другое. Шкурки с зонами пробития. Понравится начинающим игрокам. Показывает, куда лучше всего пробивать врага. Яркие ЖД-платформы на картах. Помогает лучше ориентироваться на таких картах, как Энск или Прохоровка. Мод на увеличение дальности видимости убирает туманную дымку вдали и зрительно улучшает обзор поля боя. Помогает при выцеливании противников на дальних дистанциях. А теперь ангарные моды. Первый мод – это статистика игровой сессии. Она показывает ваши достижения за вечер, какой у вас был процент побед, сколько кредитов вы нафармили, ваш средний урон, сколько вы получили всего опыта, сколько обычного, а сколько свободного. Очень удобный инструмент для анализа вашей игры. Второй мод – вертикальное дерево развития танков. Более простой и удобный вариант ветки исследований, которая когда-то была убрана разработчиками. Мы знаем, что этот мод нравится старым игрокам, которые еще помнят те времена. Пользуйтесь на здоровье. Третий мод – список танков 2 ряда. Если у вас очень много танков в ангаре и вам надоело по 2 минуты скроллить, этот мод именно для вас. Четвертый мод – отображение уровня боев во взводе. Поможет тем новичкам, которые собирают взводы из разной техники, но не знают, в какие бои их забросит. Пятый мод – отображение пинга серверов в ангаре. Полезно для тех игроков, которые живут в глубинке, или для тех, у кого не очень стабильный интернет. И последний мод – подробное описание навыков экипажа в ангаре. Если вы только пришли в нашу игру и еще не знаете, что к чему, этот мод поможет вам разобраться с тем, что качать своему экипажу. Предпоследнее в нашем модпаке – это комплексный мод XVM, который включает в себя целый ряд более мелких изменений. Альтернативные маркеры техники – лаконичные и очень удобные. Умная миникарта с кругом обзора, квадратом отрицовки, отображением врагов, пропавших из засвета и подписями к танкам. Звездочки маркеры засвета в ушах команды. Лок личного урона, который показывает, сколько урона вы нанесли в бою в данный момент. Красный стоп-сигнал навыка «Шестое чувство» и озвучка этого навыка. И последний наш мод, который мы очень долго готовили специально для владельцев слабых компьютеров. Это программа «Вот Твикер Плюс», которая не только удаляет некоторые спецэффекты нашей игры, но и помогает автоматически пережимать текстуры, что дает значительный прирост FPS. Удаление каких-то спецэффектов, как то дым и пламя после выстрела, удаление облаков или птиц, эффект разрушения объектов или выстрела в стену, помогает вам повысить FPS в отдельных случаях. Если, к примеру, у вас проседает производительность в снайперском режиме или во время выстрела вашего танка. Если вдруг это не помогает, то есть еще более жесткий и кардинальный способ. Это пережать текстуры нашей игры, ухудшив их качество, но при этом снизив нагрузку на ваш компьютер. В этом случае графика станет не очень красивой, примерно как в Quake, зато при максимальном сжатии ваш FPS точно сильно возрастет и играть станет вам намного легче. Ребята, это наш самый главный мод в этом матпаке, которым мы очень гордимся, так что надеемся, что вы оцените его по достоинству и напишите в комментариях, насколько сильно он вам помог. Заранее спасибо за отзывы. А теперь давайте я вам объясню, как же скачать и установить наш матпак. Для начала через видео вы заходите на YouTube и находите описание под видео. Можете заодно лайкнуть видео и оставить комментарий. Дальше вы читаете его и скроллите в самый низ. Там будет ссылка на сайт Virtus.pro, где и лежит матпак. Еще раз настоятельно рекомендую вам качать наш матпак только с сайта Virtus.pro или с официального форума игры. Все остальные источники могут быть потенциально опасными и содержать вредоносные программы. Дальше вы переходите на сайт Virtus.pro и видите ссылки на скачивание. Можете быть спокойны, все они сделаны нами и мы можем гарантировать их безопасность. После скачивания матпака открываете его, указываете правильный путь к игре и устанавливаете те моды, которые вам нужны. Советуем также внимательно прочитать раздел вопрос-ответ. Что касается программы Вотвикер плюс, то после установки она будет находиться в корневом разделе игры. Находите ее, запускаете и она сразу же готова к использованию. Вот и все. Ну что ж дорогие зрители, на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь вам понравятся наши моды и вы порадуете нас подпиской на канал, лайком и приятным комментарием. Все свои замечания и пожелания оставляйте там же в комментариях. И помните, что в первый день патча и релиза матпака есть вероятность возникновения мелких ошибок. Не волнуйтесь, обо всем пишите на ютубе или в нашей официальной теме на форуме. Мы все прочтем, поправим и все будет хорошо. Удачных вам нагибов и приятной игры. Чао! Автор этого видео и компания Wargaming настоятельно не рекомендует вам качать моды к нашей игре с разных сомнительных сайтов. Помните, что такие сайты могут не только заразить ваш компьютер вредоносными программами, но и украсть ваш аккаунт. Также многие сайты практикуют подделку матпаков, перезаливая их на свои серверы и снабжая дополнительными спам-утилитами. Такие утилиты в принудительном порядке засыряют ваш компьютер. Скачивайте моды для World of Tanks только с официального форума игры или с помощью таких видео, как это. Помните, что безопасность вашего аккаунта и компьютера прежде всего в ваших руках. Так что остерегайтесь различных вредоносных сайтов и пользуйтесь только проверенными источниками.